В 1970 году британский математик Джон Конвей придумал такую игру. Допустим, у нас есть поле, состоящее из клеточек. Эти клеточки мы можем либо закрашивать, либо стирать. При этом у каждой клетки есть 8 соседних клеток, которые ее окружают. И для каждой клетки мы подсчитываем количество соседних закрашенных клеток. Ровно так же, как в игре Сапер, цифры показывают количество окружающих клетку мин. Дальше мы действуем по следующим правилам. Если клетка еще не закрашена и у нее есть ровно 3 закрашенных соседа, то ее мы тоже закрашиваем. А если клетка уже закрашена, то она остается закрашенной, если у нее есть ровно 2 или 3 закрашенных соседа. В остальных случаях мы ее стираем. У этих правил есть даже специальное название B3S23, что означает, что клетка рождается, если у нее ровно 3 соседа, а выживает, если у нее ровно 2 или 3 соседа. Про эти клетки говорят, что они рождаются, выживают, умирают, потому что их часто сравнивают с биологическими клетками или какими-нибудь микробами, которые рождаются, если вокруг них есть еще микробы. Если вокруг микроба других микробов становится слишком много, то он умирает от перенаселения. А если их слишком мало, то микроб умирает от одиночества. Из-за некоторой схожести с биологической жизнью эта игра получила название «Игра-жизнь». Правда, это не совсем игра, ведь играть мы в нее не можем. Все, что мы можем, это задать изначальное положение клеточек и посмотреть, как они будут развиваться. Иногда ее еще называют «игрой для нуля игроков». Если мы поставим всего лишь одну клетку, то у нее будет недостаточно соседей, чтобы перейти на следующий ход, и, соответственно, она сотрется. Если мы поставим две клетки, то у каждой из этих двух клеток будет всего лишь один сосед, и эти две клетки тоже не выживут. Но вот если мы поставим три клетки вот таким вот образом, то тогда у каждой из этих клеток будет ровно два соседа, а значит, по правилам они переходят на следующий ход. Но при этом еще у вот этой вот пустой клетки есть три соседа, и значит, она тоже закрашивается. И на следующем шаге у нас получается четыре закрашенных клетки. У каждой из этих клеток ровно три соседа, а значит, все они переходят на следующий ход. Но при этом ни у одной клетки вокруг нет ровно трех соседей, и значит новые клетки не появляются. Эти четыре клетки остаются такими же на следующий ход, и больше не меняются. Только что я располагал клетки уголком, а теперь давайте попробуем расположить их в одну линию. Таким образом, у крайних клеток будет всего лишь один сосед, и значит они не выживают. Но при этом у пустых клеток сверху и снизу есть ровно три соседа, и значит там рождаются новые клетки. Получается, что на следующем шаге эта линия из горизонтальной превращается в вертикальную. А потом, ровно по таким же правилам, из вертикальной она становится обратно горизонтальной. Таким образом, эта линия будет вечно переходить то в одно состояние, то в другое. Или, как говорят более научным языком, осцелировать между двумя различными состояниями. Поэтому такие фигуры, которые циклично меняются, называют осцилляторами. Но настоящий интерес к игре жизнь появился, когда обнаружили вот эту фигуру, которая получила название глайдер. Берем те же правила, применяем их, и смотрим, как эта фигура меняется. Замечаем, что через четыре шага эта фигура начинает повторяться, как осциллятор. Но она на самом деле приходит не совсем в то же самое состояние, потому что можно заметить, что она получается сдвинутой на одну клетку. И так, каждые четыре шага эта фигура проходит одну клетку. А за достаточно большое количество шагов эта фигура просто улетает куда-то вдаль. Таким образом, в игре жизнь есть комбинации из клеток, которые не выживают или разваливаются на какие-то более устойчивые фигуры. Затем есть сами устойчивые фигуры, осцилляторы и так называемые космические корабли, которые летят в какую-то сторону. Например, вот эта фигура носит название маяк и является осциллятором с периодом в два хода. А если мы ее немножко модифицируем, повернем один из блоков в другую сторону, то произойдет реакция, которая в конце оставит устойчивую фигуру, которая называется лодка. Но особенно мне нравится реакция, которая начинается с вот этих простых клеток. Они начинают разрастаться и превращаются в большой осциллятор с периодом 3, который называется пульсар. Период 3 означает, что каждые три хода этот осциллятор возвращается в начальное состояние, и все начинается заново. Вот, например, есть такой сложный осциллятор с периодом 312 шагов, что значит, что в течение 312 шагов он меняется и потом приходит к начальному состоянию, и все повторяется заново. Ну а теперь давайте случайно раскидаем клетки по полю и посмотрим, что выйдет. Происходят разные реакции, пролетают глайдеры, видны знакомые нам блоки, блинкеры, лодки. Вот эта фигура называется улей, а вот это каравай. Но через какое-то время все реакции останавливаются, и больше ничего нового не происходит. Можно еще взять поле побольше, и там случайно разбросать клетки, и появится много новых интересных фигур, например, тут можно заметить пульсары. Но правда, ютуб очень любит сжимать такие мелькающие картинки, поэтому качество нужно поставить как минимум 1080. Есть целые сообщества, которые занимаются поиском новых фигур в игре «Жизнь». Особый интерес представляют космические корабли. И эти космические корабли, то есть фигуры, которые движутся постоянно в какую-то сторону, не просто так называют, многие из них действительно похожи на какие-то космические корабли. При этом их нельзя просто так взять и нарисовать. Это очень сложная задача придумать новую фигуру, которая будет работать по этим правилам. Это примерно как решить очень сложное судоку. И каждый такой корабль, каждая фигура, это очень точный механизм. Если мы уберем хотя бы одну клетку, то все сразу же развалится. Помимо устойчивых фигур, осцилляторов и космических кораблей, интерес еще представляют так называемые ружья. То есть фигуры, похожие на осцилляторы, но при этом они постоянно создают космические корабли. Например, вот эта фигура, это так называемое глайдерное ружье Госпера, которое постоянно создает глайдеры. Но также существуют и другие, в том числе очень-очень сложные ружья. Например, вот это ружье создает постоянный поток глайдеров. Каждый глайдер должен прилететь в центр ровно в определенное время. И потом, сталкиваясь, эти глайдеры вместе образуют очень сложный космический корабль. Тут все должно работать с идеальной точностью. Таким образом, создается вот такой вот корабль, можно его детально рассмотреть. Этот корабль, как и многие другие фигуры, можно создать определенным образом, столкнув глайдеры. А вот еще другое ружье, которое тоже сталкивает глайдеры и создает космические корабли. Но не простые корабли, а так называемые пароходы, которые летят и оставляют за собой другие фигуры. В данном случае, эти пароходы оставляют за собой блоки. Но это ружье интересно еще тем, что оно чередует пароходы с пожирателями. То есть, сначала оно создает пароход, а потом оно создает пожиратель. То есть, корабль, который летит и съедает фигуры на своем пути. Но и это еще не все. В игре Жизнь даже сделали машину Тьюринга. То есть, полноценный компьютер. Получается, что мы можем в игре Жизнь построить компьютер, в который мы можем загрузить программу в виде нулей-единиц. То есть, последовательности глайдеров. И получить какой-то ответ. То есть, фактически мы можем посчитать любой алгоритм в игре Жизнь. То есть, мы можем в игре Жизнь даже просимулировать другую Игру Жизнь. Или даже, возможно, всю Вселенную мы можем запустить как симуляцию внутри Игры Жизнь. Поэтому Игру Жизнь называют Тьюринг полной. Что означает, что с помощью нее мы можем посчитать что угодно. Но все-таки самой интересной особенностью Игры Жизнь является то, что из таких простых правил следует такое сложное поведение. Просто из-за того, что мы определенным образом раскрашиваем клеточки, получаются все эти осцилляторы, космические корабли, даже компьютеры. Такие вот штуки с клеточками называются клеточными автоматами. Игра Жизнь является определенно самым популярным клеточным автоматом, но далеко не единственным. Существует еще огромное множество других клеточных автоматов. Даже Джон Конви придумал Игру Жизни на пустом месте. Он вдохновлялся работами Джона фон Неймана и Станислава Уллома, которые во время работы на Манхэттенском проекте в свободное от создания ядерной бомбы время экспериментировали с клеточными автоматами. Так что давайте посмотрим на другие клеточные автоматы. И чтобы сразу слишком далеко не уходить, посмотрим на так называемые жизнеподобные клеточные автоматы. То есть клеточные автоматы, которые работают по правилам, похожим на правила Игры Жизнь. Помните, я говорил, что в Игре Жизнь правила называются B3-S2-3? А что если мы возьмем B3-S0-1-2-3-4-5-6-7-8? То есть клеточка появляется при трех соседях и выживает при, в общем-то, любом количестве соседей от 0 до 8. Таким образом клетка никогда не будет умирать. Но рождаться она будет точно так же, как и в Игре Жизнь. Поэтому такой клеточный автомат называют Жизнь Бессмертия. Если мы изначально зададим тонкую полосочку из клеток, чтобы она начала дальше разрастаться, то получится вот такая вот структура, похожая на какие-то кораллы. Еще интересными являются, например, вот такие правила. Клеточка появляется, если у нее 5 или больше соседей, а остается, если соседей 4 или больше. Таким образом, если мы случайно раскидаем клетки по полю, они очень быстро стабилизируются, буквально за первые 10 или 20 шагов, образуя вот такую вот интересную структуру, которая похожа на какие-нибудь облака или пещеры. Таким образом можно, например, генерировать карту с пещерами для игр. А еще давайте возьмем вот такие правила. Клеточка появляется, если у нее ровно один сосед. И выживает в любых случаях. Тогда поставим одну клеточку ровно по центру экрана. И она начнет вот так вот интересно разрастаться, образуя такой вот фрактал. При этом все это время, когда мы подсчитывали соседние клетки, мы смотрели на 8 окружающих клеток. Но что, если мы будем смотреть только на 4? Уберем те, которые находятся по диагонали, и оставим только те, которые сверху, снизу, справа и слева. Когда мы смотрели на 8 окружающих клеток, это называется соседство Мура. А если мы будем смотреть только на 4 клетки, это называется соседство Фон Неймана. И теперь, если мы запустим клеточный автомат с теми же самыми правилами, где клетка появляется, если у нее есть ровно один сосед, но при этом, смотрите, я слева помещу предыдущий клеточный автомат с соседством Мура, то есть мы смотрим на 8 окружающих клеток, а справа будет клеточный автомат, который смотрит только на 4 клетки, то есть соседство Фон Неймана. При этом и там, и там новая клетка появляется, если у нее есть ровно один сосед. И у нас получаются уже разные клеточные автоматы. Я показывал клеточные автоматы, где влияют 8 окружающих клеток, или 4 окружающие клетки, а что если мы возьмем, например, 7 с определенных сторон, или 3, или еще какие-нибудь комбинации из окружающих клеток. А еще какая-то клетка, допустим, может положительно влиять на появление новой клетки, а какая-то отрицательная. И тогда, если мы переберем все возможные комбинации этих клеток с их разными влияниями, у нас получится вот столько различных правил для клеточных автоматов. Это приблизительно миллиард, миллиардов, миллиардов, миллиардов. В общем, я тут должен 17,5 раз повторить слово миллиардов. Это больше, чем Google. И ведь это все возможные комбинации из 8 окружающих клеток. А если мы еще расширим соседство, и будем брать не только клетки, которые вплотную прилегают к клетке, на которую мы смотрим, а еще и дальние клетки, то тогда получается очень-очень много комбинаций, и это число комбинаций растет очень быстро. Но все это время мы рассматривали двумерные клеточные автоматы. А что если упростить задачу и рассматривать одномерные клеточные автоматы? В одномерном клеточном автомате все клетки будут просто выстроены в линию, и у каждой клетки будет всего лишь два соседа, справа и слева. И уже теперь, если мы рассмотрим все возможные правила для таких вот одномерных клеточных автоматов, то их получится всего 256. То есть вот так вот мы перешли от числа, у которого 153 нуля, к числу 256. И теперь мы просто можем просмотреть все эти правила. Например, вот это правило 110. Мы по порядку смотрим на каждые три клетки, и в соответствии с правилами по центру картинки смотрим, во что превратится центральная клетка на следующий ход. Но смотреть на такую одну меняющуюся линию из клеточек не очень удобно. Поэтому обычно такие одномерные клеточные автоматы показывают в виде эволюции этого клеточного автомата сверху вниз. Например, если мы возьмем все то же правило 110, и начнем с одной единственной клетки посередине, то она начнет вот так вот разрастаться, причем только в левую сторону. Это правило интересно тем, что в нем существуют свои одномерные аналоги глайдеров. Вот тут, например, видна такая вот решетка из треугольничков. Хоть это и не пустота, но можно эти треугольники считать за некоторую своеобразную пустоту. И по ним летят две вот такие вот структуры, которые врезаются, превращаются в какую-то еще третью непонятную структуру, которая потом обратно распадается на две начальные структуры. А на правой картинке два этих космических корабля врезаются немного в другой момент и образуют такой вот одномерный осциллятор. А еще одной интересной особенностью правила 110 является то, что оно, как и игра жизни, является тьюринг-полным. То есть на нем можно совершать любые вычисления. Еще интересным является правило 30. Если мы начинаем точно так же из одной клетки по центру, то в этот раз она уже разрастается в обе стороны и образует вот такие вот довольно хаотичные структуры. А если бы я начал со случайной последовательности клеток, то на следующих шагах она бы очень хаотично поменялась. Таким образом, это правило можно использовать для генерации псевдослучайных чисел. А еще знаете, что такое конус текстильный? Нет, это не что-то для шитья, это такая вот разновидность моллюсков, кстати, ядовитых. И узор на их панцире очень напоминает правило 30. Возможно, пигменты во время роста панциря как-то взаимодействуют друг с другом примерно так же, как взаимодействуют друг с другом клетки в клеточном автомате. Может быть, а может быть и нет, потому что в моллюсках я не разбираюсь. А вот в чем я разбираюсь, так это в клеточных автоматах. Поэтому давайте пойдем дальше и рассмотрим правило 90. Начинаем с одной клетки по центру, и она превращается во фрактал, треугольник Серпинского. И раз уж я упомянул о моллюсках и начал сравнивать клеточные автоматы с реальным миром, то давайте посмотрим на такую вот химическую реакцию. Это называется реакция Белоусова-Жаботинского. И вот так вот она красиво выглядит, и мы можем повторить это с помощью клеточных автоматов. Для этого нам потребуется как минимум три цвета. Возьмем, например, красный, зеленый и синий. А правила будут следующими. Во-первых, как и в большинстве случаев, соседними считаем 8 окружающих клеток. Затем, если красную клетку окружают 3 или больше зеленых клеток, то она тоже становится зеленой. Если зеленую клетку окружают 3 или больше синих, то она становится синей. А если синюю клетку окружают 3 или больше красных, то она становится красной. И у нас получаются такие вот камень-ножницы-бумага, где зеленый побеждает красный, синий побеждает зеленый, а красный побеждает синий. Правда, если запустить всю эту анимацию, то красный, зеленый, синий тут слишком ворвиглазно выглядят, поэтому я поискал в гугле какие-нибудь красивые комбинации цветов. И вот у нас получился такой вот розовый клеточный автомат. Случайно разбрасываем цвета, и они превращаются вот в такие вот волны. Получается реакция, похожая на ту самую реакцию Белоусова-Жботинского. Мы тут, как и раньше, смотрим на клетки и на окружающие их клетки в соседстве Мура. То есть смотрим на квадрат вокруг клетки, который состоит из 8 окружающих клеток. То есть у нас везде квадраты, но при этом волны выглядят довольно круглыми. Как получаются эти круги из квадратов? Давайте посмотрим на это в большем масштабе. Для этого я нарисую специально два таких больших круга, и посмотрим на реакцию между ними. Видно, что эта реакция образует восьмиугольники. Такие восьмиугольники кажутся более круглыми, чем квадрат, поэтому на маленьких масштабах кажется, что реакции образуют какие-то круглые волны. Но на самом деле они просто восьмиугольные. Я уже говорил, что Игра-Жизнь и Правило 110 являются тьюринг-полными, что означает, что на них можно произвести любое вычисление. Но также они являются так называемыми тьюринговыми болотами, что означает, что вычисления на них провести можно, но это слишком сложно, потому что сконструировать в них какой-то компьютер или хотя бы калькулятор очень-очень трудно. Но что если сделать клеточный автомат, который специально предназначен для того, чтобы строить в нем компьютеры? И такой клеточный автомат есть, он называется Wireworld. В этом клеточном автомате существует целых четыре типа клеток. Первый тип клеток — это пустые клетки. Они нужны только для того, чтобы создавать некоторое расстояние между проводами. Второй тип — это сами провода, желтые клетки. Они могут проводить сигнал. И проводят сигнал они по следующим правилам. Если клетка является клеткой провода, и рядом с ней есть либо один, либо два сигнала, то тогда она тоже становится клеткой сигнала. Таким образом сигнал распространяется по проводу. Но делает ведь это он только когда у него есть один или два соседа. Поэтому если мы поставим три клетки вот таким образом, то они станут препятствием для сигнала. На самом деле то, что я показываю, это еще не все правила, потому что таким образом у нас сигнал будет просто постоянно заполнять провода. Нам нужно добавить условия, когда сигнал пропадает. Если сделать так, что сигнал пропадает каждый раз на следующий ход после появления, то он начнет просто мерцать. Если заполнить, кстати, все проводами, то это мерцание будет очень-очень хаотичным и непредсказуемым. Поэтому, чтобы все просто не мерцало, нужен еще один дополнительный тип клеток. Его называют хвостом сигнала. Клетка сигнала всегда будет превращаться в клетку хвоста сигнала. Таким образом, когда у нас есть сигнал, на следующий ход это всегда будет хвостом сигнала. А хвост сигнала всегда исчезает на следующий ход, то есть становится клеткой провода. Это позволяет как бы задать направление сигналу, то есть он начинает двигаться в определенную сторону, благодаря тому, что с другой стороны появляется этот самый хвост. Получается, что у нас есть клеточный автомат, у которого правила симметричны во все стороны. Но при этом у сигналов есть направление. А еще хвост позволяет сигналу не заполнять весь провод, а просто двигаться по нему и исчезать. А благодаря тому, что сигнал в проводе появляется только если около него есть один или два других сигнала, то можно создавать разные логические элементы или другие штуки. Например, можно вот так вот создать препятствие для сигнала. А если убрать у этого препятствия центральную клетку, то тогда сигнал уже сможет проходить, потому что на другой стороне у него будет всего лишь два соседних сигнала, а не три. И из этого можно сделать развилку для сигнала. А еще, немного дополнив эту конструкцию новыми клеточками, можно превратить это в диод. То есть с одной стороны сигнал пройти уже не сможет, а вот с другой сможет. Еще можно создать, например, такой вот замкнутый цикл, по которому будет постоянно ходить сигнал. Потом этот сигнал куда-то можно провести, и это будет как некоторый тактовый генератор. Разной формой этих проводов можно задавать разные логические элементы, как в настоящем компьютере. Вот, например, из этих логических элементов собрана конструкция, которая умеет умножать два 8-битных числа. А вот и полноценный компьютер. В нем загружена программа для поиска простых чисел. Начинает он с двойки, как с первого простого числа, но ему нужно какое-то время, чтобы найти даже первое простое число. Внизу у него крутится тактовый генератор, потом сигналы идут в регистры, там уже даже загружена программа для поиска простых чисел. Оттуда данные идут в специальный блок, который конвертирует эти сигналы в подходящие для вывода на дисплей. Можно ускорить работу этого компьютера и посмотреть, как он будет генерировать эти простые числа. А еще можно заметить, что каждая цифра в этом дисплее это тоже провода. И чтобы цифра загорелась, по этим проводам должны постоянно идти сигналы. А еще смотрите, во всех этих клеточных автоматах мы всегда можем из текущего шага получить следующий шаг, просто следуя правилам. Но мы далеко не всегда можем получить предыдущий шаг, просто потому что неизвестно, каким был предыдущий шаг, потому что у него есть несколько вариантов. Допустим, в игре жизнь мы сталкиваем два глайдера, в зависимости от того, как именно они столкнулись, они могут либо исчезнуть совсем, либо превратиться в другие фигуры. И из этих фигур мы уже не узнаем, что это были два глайдера, потому что они могли появиться разными способами. Получается, что эти клеточные автоматы как бы теряют информацию о своем прошлом, если оно вообще существовало, потому что существуют комбинации, у которых не может быть предыдущего шага. Их называют сады Эдема, то есть комбинация, которая не могла никак появиться, только если мы ее изначально сами не задали. Например, вот эта комбинация клеток является садом Эдема для игры жизнь, то есть она не может никак образоваться в игре жизнь, если только мы ее не зададим в самом начале, на самом первом шаге. Получается, что у таких клеточных автоматов есть всегда только один вариант будущего, но от нуля до нескольких вариантов прошлого, поэтому прошлое мы точно вычислить не можем. Но существует целый класс клеточных автоматов, для которых всегда существует ровно одно будущее и ровно одно прошлое. Такие клеточные автоматы называют обратимыми. Обратимые клеточные автоматы мы можем воспроизводить как вперед во времени, так и назад во времени. А еще для них не существует садов Эдема, потому что любую комбинацию клеток мы можем перематывать в прошлое. Значит, у любой комбинации всегда есть предыдущий шаг. Для многих таких обратимых клеточных автоматов используется соседство Марголиса. Мы уже обсуждали соседство Мура, который использует 8 соседних клеток, соседство Фон Неймана, который использует 4 соседних клетки. А вот соседство Марголиса работает немножко по-другому. Мы разбиваем все поле на квадраты 2 на 2 клетки. В правилах у нас записано, какой квадрат во что должен превратиться. То есть мы смотрим на комбинацию клеток внутри отдельного квадрата, находим такую же комбинацию в правилах, и там написано, как она должна поменяться. Но если мы сделаем только это, то квадраты будут меняться, но не взаимодействовать между собой. Поэтому нам нужно еще сдвигать сетку из квадратов, как показано на картинке. Тут есть черная сетка из квадратов и красная сетка из квадратов. На одном шаге мы используем черную, на другом красную. То есть мы постоянно чередуем эти две возможные сетки, которые разбивают наши клетки на квадраты. Тут справа как раз показаны правила для клеточного автомата Критерс. Но из обратимых клеточных автоматов мне отдельно нравится тот, который называется Single Rotation. Он действует так. Если у нас в квадрате есть ровно одна клетка, то мы ее сдвигаем на соседнюю позицию в квадрате, как бы по часовой стрелке, как показано тут. Дальше мы применяем то самое соседство Марголиса с чередующейся сеткой. И если я нарисую, например, здесь несколько клеток, то они начнут вот так вот вращаться. А если я нарисую здесь целую линию из клеток, то она тоже развалится на эти клетки, которые начнут вращаться. Но мы можем взять и начать воспроизводить время в обратном направлении, как в фильме Довод. И потом клетки возьмут и опять соберутся в эту линию. А потом время пойдет еще дальше назад, как бы до существования этой линии. Такие обратимые клеточные автоматы еще интересны тем, что реальные законы физики тоже обратимые. А вы знаете, что у скорости вычислений есть предел? Примерно так же, как движение ограничивается скоростью света, так же и вычисления ограничиваются так называемым пределом Ландауэра. Он связан там с энергией, энтропией. Это вообще огромная отдельная тема, так что сейчас я о нем подробно рассказывать не буду. Да и современным компьютерам пока еще далеко до этого предела. Но вот что интересно, оказывается, этот предел не распространяется на обратимые вычисления. Такие как, например, вот эти вот обратимые клеточные автоматы. Так что, возможно, когда-нибудь в будущем компьютеры будут в основном использовать обратимые вычисления. Да и к тому же квантовые компьютеры тоже обратимы. Но это все сложно, давайте вернемся к чему-то более простому. На самом деле, даже более простому, чем игра жизнь. Хотя, как часто бывает в клеточных автоматах, из очень простых правил следует неожиданно сложное поведение. Опять же, у нас есть поле, состоящее из клеточек. И по этим клеточкам ходит муравей. Его задача раскрашивать эти клеточки. Муравей действует по следующим правилам. На каждом шаге он сначала перекрашивает клетку под собой в противоположный цвет. Например, сейчас клетка под муравьем белая, он перекрашивает ее в черный. После чего он идет вперед. Если муравей наступает на белую клетку, то он поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке. А если на черную, то против часовой. После чего ход заканчивается, и муравей повторяет свои действия заново. Например, тут муравей ходит по белым клеткам и поворачивается по часовой стрелке. Но потом он наступает на чёрную клетку, которую он до этого перекрасил, поэтому он поворачивается против часовой стрелки. Тут можно подумать, что муравей будет рисовать что-то простое, может быть симметричное, может быть предсказуемое, какую-нибудь спираль. Но вместо этого он начинает проявлять очень сложное хаотичное поведение. Тут я показываю муравья в большем масштабе и с более высокой скоростью. Все клетки изначально белые, просто серым показаны те, на которые он пока ещё не наступал. Интересно, что муравей рисует сначала что-то, кажущееся случайным. Потом оно превращается в симметричную фигуру, потом он рушит эту симметрию, потом создаёт новую симметричную фигуру, потом опять рушит эту симметрию. И через некоторое время он к этой симметрии больше не возвращается. Но чтобы увидеть, что муравей будет делать дальше, давайте посмотрим на это всё в ещё большем масштабе и с ещё большей скоростью. Через примерно 10 тысяч шагов муравей внезапно зацикливается. То есть он создаёт такую комбинацию клеток, которая приводит его к построению такой же комбинации клеток. И теперь муравей больше не строит эти хаотичные рисунки, он просто уходит вдаль. Муравей строит так называемую магистраль. Кстати, вот мы рассмотрели двумерные клеточные автоматы, потом одномерные клеточные автоматы, дальше по логике должны быть нулимерные клеточные автоматы. Ну ладно, их потом посмотрим, давайте сначала посмотрим трёхмерные клеточные автоматы. И для начала я решил попробовать повторить муравья Лэнгтона, только в 3D. Теперь он вращается немного по-другому. Раньше он ходил по часовой стрелке, вверх, вправо, вниз, влево. Теперь же он идёт опять так же, но потом он идёт ещё в две трёхмерные стороны. Но тут возникла проблема, сразу же после запуска программы муравей начал строить магистраль. А проблемой это является потому, что обычно в клеточных автоматах появляется какое-то сложное поведение из простых правил. Но тут у нас получаются более сложные правила, чем в двумерном варианте, а поведение более простое. Он просто повторяет одни и те же шаги. Я много раз менял правила, но каждый раз он начинал сразу же строить магистраль. Правда, иногда эти магистрали получались более сложными, но всё равно это слишком просто. Муравей постоянно строил эти магистрали, и нужно было как-то поменять ему поведение. Для этого я решил ввести более сложную систему поворотов. У него есть четыре разных цвета клеток. В двумерном случае у нас есть два цвета. Один отвечает за поворот по часовой стрелке, другой против часовой стрелки. Тут же я ввёл четыре разных цвета. Два из них отвечают за поворот по часовой или против часовой стрелки вокруг одной оси, а вторые два цвета отвечают за поворот вокруг другой оси. Хотя у трёхмерного объекта ещё как бы есть третья ось, но тут она будет зависеть от двух вот этих осей, они будут как бы сдвигать вот эту вот невидимую ещё одну ось. В какой-то момент я даже забыл включить дополнительные цвета, и получился обычный двумерный муравей Лэнгтона. И это даже хорошо, потому что это значит, что моё трёхмерное расширение для муравья Лэнгтона действительно является его трёхмерным расширением, потому что оно включает в себя оригинального двумерного муравья Лэнгтона. Но потом я включил этого муравья с этой его сложной системой поворотов, и он начал строить уже сложные структуры. Муравей построил вот такое вот облако, можно посмотреть на него с разных сторон, можно даже залететь внутрь, потому что там есть некоторые полости, куда муравей ещё не заходил, потому что клетки, где он был, я помечаю белым. То есть белая — это такая же клетка пустоты, только где муравей уже прошёл. Но муравей пока ещё не зациклился, он пока не начал строить магистраль. Можно, кстати, на него посмотреть в такой плоской проекции, тогда это будет похоже на какой-то двумерный клеточный автомат, но он тут всё-таки трёхмерный. Но через ещё много-много шагов внезапно муравей начинает строить как раз эту магистраль. То есть теперь его поведение действительно похоже на более сложное поведение двумерного муравья Лэнгтона. Муравей это, конечно, хорошо, но, наверное, ещё интереснее будет сделать игру-жизнь в 3D. И на самом деле трёхмерную игру-жизнь и муравья Лэнгтона я уже делал когда-то давно, но исходников у меня не осталось, поэтому сейчас мне пришлось их переизобретать. Правда, вот правила для игры-жизнь я помню, точнее, они у меня записаны, потому что я тогда выложил вот это вот видео, чтобы просто скидывать друзьям, и там в описании даже написано её правило. Я тогда перебрал много разных правил, и хорошими мне показались правила B5 и S4-5. То есть все величины, как у обычной игры-жизнь, только на 2 больше. В обычной 2D-жизне, когда мы смотрели на соседние клетки, мы использовали соседство Мура, то есть смотрели 8 окружающих клеток. Здесь же мы используем расширенное, трёхмерное соседство Мура. То есть смотрим на 26 окружающих клеток. Это как вот кубик Рубика. У него 26 кубиков вокруг центра. Точно так же и в игре-жизнь мы смотрим на 26 окружающих клеток. Я сделал объект в Юнити, который создаёт в некотором поле вот эти вот трёхмерные клетки. При этом их можно обновлять по кнопке. Поэтому я много раз нажимаю эту кнопку и смотрю, появились ли какие-то новые интересные фигуры. Вот что я тут нашёл. Из устойчивых фигур я нашёл такой вот уголок, потом немного другой уголок, такую вот трубу, вот такой вот осциллятор с периодом 4, и вот такой вот довольно простой, но при этом редко появляющийся осциллятор с периодом 2. Эту фигуру по аналогии с обычной игрой жизни можно назвать улей. Кстати, внутри она пустая, центральной клетки у неё нет. А вот эту назову большой улей. Ещё иногда появляется вот такая вот интересная, неровная, устойчивая фигура, и если на неё посмотреть с определённого ракурса, то она будет выглядеть как каравай из игры-жизнь. А это уже третий вид уголков. Кстати, опять же, если посмотреть на все эти виды уголков с определённого ракурса, то это будет как блок из игры-жизнь. Вот это очень редкий осциллятор с периодом 2, он у меня попался всего лишь один раз. Иногда ещё попадается вот такая вот смещённая труба. А это осциллятор с периодом 4, который очень похож на лодку из игры-жизнь. Только в игре-жизнь лодка является устойчивой фигурой, а тут это осциллятор. Этот осциллятор можно назвать часы, потому что он как будто вращается по часовой стрелке. Ну и ещё разные другие фигуры. Ну и, конечно же, глайдер. Правда, когда мне первый раз встретился тут этот глайдер, он почти сразу же врезался в какой-то уголок и уничтожился, поэтому мне пришлось искать новый глайдер. Вот я его нашёл ещё раз, и теперь уже можно детально рассмотреть его с разных сторон. Я ещё искал в интернете другие реализации трёхмерной игры-жизнь, и, как правило, они не такие устойчивые. Там может быть красивый рост клеток, но там не образуются какие-то определённые структуры, а просто всё хаотично разрастается или исчезает. Я уж подумал, что в этом видео будет такое оригинальное исследование трёхмерной жизни, но потом поискал получше, и, оказывается, существует статья 1987 года, которая исследует ту же самую трёхмерную жизнь. Только я подобрал эти правила случайно, а они подошли к этому более серьёзно и математически доказали, какие правила не могут содержать интересные фигуры, например, такие как глайдеры. В результате у них осталось два интересных правила, из которых они выбрали одно самое интересное, которым оказалось то самое B5S45. И они даже нашли тот же самый глайдер и те же самые фигуры, что я тут уже показывал. Но игру жизнь можно расширять не только в трёхмерное пространство, можно оставить её двумерной, но при этом расширить количество состояний, в которых может быть каждая клетка. Например, вот в этой статье 2011 года описывается так называемая «гладкая жизнь». Она реализуется с помощью методов, очень похожих на те, что используются для расчёта в диффузии жидкостей. Есть ещё расширенный вариант этой «гладкой жизни», который называется «Ления», и там появляются вот такие вот интересные структуры. А ещё я как-то делал видео по квантовым компьютерам, и там была вот такая вот анимация, показывающая эксперимент с двумя щелями. Может показаться, что это довольно классическая анимация для любого видео про квантовую механику, но только в данном случае это клеточный автомат. Но чтобы разобраться в том, как я получил такой клеточный автомат, сначала нужно разобраться в его более простой одномерной версии. А чтобы разобраться в его одномерной версии, нужно сначала разобраться в ещё более простой нульмерной версии. Нульмерный клеточный автомат — это всегда просто одна клетка. А чтобы нам получить такие вот волны в клеточном автомате, нам нужно, чтобы в каждой клетке было два параметра. Во-первых, основной параметр клетки, назовём её там положение клетки или высота клетки, и скорость клетки. У нас получается два параметра — высота и скорость. На каждом шаге мы к высоте прибавляем скорость, а вот от скорости отнимаем высоту, только умноженную на некоторый небольшой коэффициент. Чем он меньше, тем выше точность. Получается, что эта клетка вроде бы работает абсолютно так же, как гармонический осциллятор из физики. В одномерном случае для каждой клетки мы уже отнимаем не просто ее высоту, а разницу между высотой текущей клетки и средним значением высот двух окружающих клеток. Получается, что окружающие клетки как бы тянут за собой текущую клетку. И для каждой клетки происходит такой эффект, и поэтому создаются вот эти вот волны. Если значение высот клеток изначально задать вот такими вот волнистыми и отпустить их, то они начнут вот так вот колебаться. Получается стоячая волна. Главное тут закрепить концы, а то иначе эта волна может улететь. А в двумерном случае я делаю все то же самое, только использую четыре соседних клетки, то есть соседство фон Неймана. Интересно еще то, что хоть используются четыре соседних клетки, то есть все должно быть каким-то квадратным или восьмиугольным, как раньше. Но на этот раз волны получаются действительно круглыми. Возможно это связано с тем, что здесь значения клеток уже не дискретные. А еще если набрать Game of Life в гугле, то на фоне появится эта самая игра-жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok